На этой встрече работает тандем комментаторов Артём Шмельков и Надежда всея российского гонбола Муравьёва. Надежда Константиновна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Добрый вечер, Артём. Но если говорить про настроение, про то, что Артём уже рассказал перед этим матчем, я хотела сказать, что Драга Наджич и игроки команды отмечали это. Настраивает команду на то, что всё в их руках. И, собственно, неважно, с каким соперником встречается коллектив, важно им в себя верить. Но из того, что мы увидели на экране, когда звучали гимны и концерт Чайковского перед игрой, настрой нашей команды, такое ощущение, что соответствует статусу матча, а это основной раунд чемпионата мира. Легко узнаваемая славянская форма, только славяне играют в таком бело-нежно-зелёном сочетании. Причём это характерно для славянских команд не только в гонболе. Ну и посмотрите, какие искрящие эмоции. Нина Зулич, одна из игроков задней линии команды соперниц, открывает счёт в сегодняшнем матче. И посмотрите, как они взрываются. Да, этот градус будет зашкаливать с первых минут, с первых атак. Ну а мы этот градус, конечно же, должны потушить. Мы это наши гонболистки, которые сегодня вновь облачены в синее. Они играли в этих цветах два стартовых матча с командами Камеруна и Польши. И сегодня следующее сочетание с первых минут. Екатерина Ильина, Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко не проходят передачи в линию у Михайличенко. Там в линии наш единственный номинальный линейный на турнире Анастасия Ларионова. Ну а на краях начинают Юлия Маркова и наш капитан Ольга Фомина в воротах Анастасия Лагина. Ну пока сразу две ситуации, игровая в защите и в нападении, конечно, от Словении. Как раз таки об этом настрою, о котором Артем и с тобой сказали, мне кажется, очень ярко и говорят. Смело в нападении два подряд забитых мяча от Словении, которые не встретили сопротивление со стороны нашей команды. Но Артем, как ты правильно сказал, наша задача сегодня, конечно, тушить эмоции. Словенки их с первых секунд, конечно, взвинтили. Так, смотрим и видим, что 5-1 оборонительная конструкция сборной Словении. Элизабет Омареги, девушка очень интересной судьбы. Несложно догадаться, что она, конечно же, не балканской крови. Но и здесь, увы, еще одна неудача. Давайте сразу мы констатируем, что в матч сборной России входит не здорово. Ошибается Юлия Маркова, с заступом атакует. Ну и судьи в сегодняшней встрече молотят с дальней дистанции Анны Гросс, но промахивается. Проанну Гросс, естественно, сказ отдельный. Но тогда, когда все-таки эмоции стартовые будут потушены. Ну а тут постаралась на спинах проатаковать, затащить мяч к 9 метрам и даже ближе Антонина Скоробогаченко. Но сделать ей этого не удалось. Екатерина Ильина разруливает атаку. Ну это, конечно, такой важный виток становления нашей команды именно в плане психологии. Потому что, я думаю, здесь будет прям проверка огнем в сегодняшнем матче. Пока важно, конечно, нащупать свои игры в атаке. Очень жестко встречает Михаличенко и встречает в лицо. Но, да, на счет встречает в лицо тоже хотелось бы каких-то адекватных мер со стороны арбитров. Сегодня аргентинская пара, женская пара. Мария Инесс Пало-Антони и Мариана Гарсия обслуживают сегодняшнюю встречу. Две минуты все-таки Оморегия получает. Вот за это. Вот так она немножко потрогала, да, за форму и попала по лицу Екатерине Ильиной. Двухминутное удаление перегнуло палку откровенно Оморегия. И так большинство. Девушки, давайте вот спокойно и уверенно. Раз, два, три. И первый гол матч. У нас сейчас большинство. И есть возможность как раз-таки Артем спокойно разыграть его, почувствовать уверенность. Потому что пока, конечно, таким холодным душем своих эмоций, как раз-таки, наоборот, ярких. Словения пытается сбить настрой сборной России. Екатерина Ильина и Антонин Скорбогаченко об этой дуэли. Наверное, пока преждевременно говорить о том, как она сложится. Но хотелось бы, конечно, чтобы два игрока ЦСКА Анна Гросса, Антонин Скорбогаченко и ее сегодня во всей красе нам представили. Анна Гросс и ее предыдущий момент на ваших экранах. И операторы как раз-таки за ней тоже следят. За этой параллельной. Я, конечно, очень рад за Анну Гросс. Но давай не сегодня, Надежда Стантиновна. Вот пусть она будет сверкать всеми гранями своего таланта. Но сегодня надо бы ее поприкрыть немножечко. И это задача со звездочкой для Миланы Таженовой. Она выходит обороняться против Анны Гросс. Мы видим ее под шестым номером. Вот она, правая полусредняя, левая рука. Внимательно. Как же так? Как вы подпускаете ее на такие расстояния, девоньки? И смотрим еще раз. Да, и заковырялись просто Михаличенко. Там, естественно, сыграла линейная активно Наташа Лепоя. Подыграла под своего блющего игрока. Да, да. И что еще я не заметил? Там просто еще повреждение получила Анастасия Лоренова. Она просто даже технически не могла никак вообще физически успевать. Получила там... И сразу замена, да, появляется в линии. Карина Сабирова и Настя Лоренова снова уходит. Можно привести себя в порядок. Насколько серьезных повреждений мы пока не знаем. И вот, смотрите, доктор нашей команды Владислав Голгачев уже суетится вокруг нашего, напомню, единственного номинального линейного. Ну а здесь сольный номер, фирменный номер. Один из многочисленных в исполнении Екатерины Ильиной. Одной из самых опытных игроков, гонболисток в нашем составе. Олимпийская чемпионка, напомню, Рио. Серебряный призер Токио. Она по-прежнему в обойме. Ну а это тяжестанко и, наконец, Анастасия Лагина включается. Настя прекрасно вошла потихоньку, полигоньку вошла в турнир. У нее 17 спасений после 50 с лишним бросков. Это треть отраженных бросков. Если сегодня она свою треть выловит, это будет хорошим подспорьем. И посмотрите, там что-то с голеностопом, насколько я понимаю, у Иларионовой. Нам пока толково не показывают, но зато мы видим пушку страшную от Елены Михайличенко. Ну и вместе с выходом Карина Сабирова и предыдущая атака наша команда была проведена более активно в защите. Обычно игрок, выходящий со скамейки, передает то, что хочет добиться тренер от команды. И пока более активно стала защищаться наша сборная. Один за другим выходит. Здоровую смену соорудили Михайличенко и Карина Сабирова против Анны Гросс. И Словения два мяча подряд теряют. Да, все очень даже хорошо. Уже полный состав у славянской команды. Ну а у нас аккуратная замена. По-прежнему оказывается помощь Иларионовой. И Карина Сабирова замещают ее в линии. Михайличенко и Ильина Скорбогаченко. Они гоняют мяч по задней линии. Но обращают на себя внимание, что в нашем вот этом сильно обновленном составе все-таки задняя линия наибольшего изменения. Изменению подверглась. И вот Антонина Скорбогаченко все время на вторых ролях, когда была в составе Анна Вяхерева. И вот Тоня включает свою пушку страшную. Наш леворукий игрок. 99-й год рождения Антонина Скорбогаченко. Итак, Тяша Станко. Тяша Станко, как правило, на левом полусреднем. Десятый номер у нее на игровой форме. 18-й номер Нина Зулич ей подыгрывает. И, конечно же, Гросс. Здорово переключается Юлия Моногарова. Шикарно. Заставляют сделать фолл в атаке саму Анну Гросс. Ну, в общем, вышли из этого стартового пике. Ну и давайте посмотрим, что будет делать дальше и наша команда, и наша тренерская скамейка. Потому что то, как управлялась игра с командой Сербии, ну, всяческого уважения, естественно, достойно. Потому что там Людмила Бодниева переключала скорость и тональность очень здорово. Здесь неудачная передача в линию. Мы не представили вратаря, начавшую с первых минут в славянском составе. Это Амра Панжик. Было похоже на техническую ошибку Анны Гросс. Но все-таки до края довели. И здесь Майя Светик. 28-й номер передает нам всем приветик. Да, ну, если поговорить по атаке сборной Словении и по физической форме, которую та же Амареги демонстрирует на этом чемпионате, сыграно ею в общей сложности в игровом времени час и тринадцать минут. Это большой отрезок, но при этом забила она не так много и больше в защите использует ее Аджич. А вот кто будет помогать Анни Гросс в нападении, за этим надо, конечно, особенно следить. Кто еще сможет себя ярко проявить, пока все атаки сконцентрированы все-таки на ней. Ну, помимо этого завершения, которое было в предыдущей. В остальном, конечно, понятно, что внимание все на Анни Гросс. Ну, и надо быть внимательным с тем, кто еще может проявить инициативу. Пока 4-4 и девятая минута игры. Первый промах Антонина Скорбогаченко, ну, точнее, хорошо сыграла Амра Панжич. Но, наверное, бросок все-таки не так получился у Тони, как она сама хотела. А это хороший прорыв с позиции правого полусреднего правши. Это Нина Зулич, но и Анастасия Лагина в полном порядке. Увы, подбор забирает та самая Майя Светик. Игрок, который, я помню, решил судьбу одного из ликвочемпионских матчей с участием Славянского Крима и Ростов-Дона. Забив со своей половины площадки. Ну, точнее, там все началось со своей половины площадки. В общем, очень драматичная была концовка. Крим вообще умеет. Крим – это базовый клуб сборной Славении. Умел в последние сезоны удивлять, что ЦСКА, что Ростов-Дон, наши сильнейшие клубы. Здесь все чисто. Посчитали аргентинские рефери. Чистый выход один на один. И вот Славяния снова впереди. Вот такие качели. Болельщики там еще добавились, да, за сборную Славении поболеть. Ну, а здесь, да, действительно было чисто. В предыдущем моменте Славянки тоже пытались показать немножко грубую игру, пока за игрой внимательно арбитры сегодняшней встречи следят. Славяния вывела в счете. 5-4. Да, 10 минут позади. Почти уже Скорбогатченко. Ух, посмотрите, вошедшую в линию Юлию Маркову там не щадит, мягко говоря. Наташа Лепоя будет еще двухминутное удаление. Арбитры сходятся, но тут у них, собственно, никаких разногласий нет. Нина Жабик. Нина Жабик. Еще одна из игроков задней линии. Молодая, 23-летняя. Да, не пощадила, прямо скажем, Михаиличенко. И устроилась на 2 минуты удаления. Посмотрите, не самая фактурная. Элизабет Омореги обороняется в центре. Видит это Ильина, понимает, что ее никто не встретит, но не попадает в ворота Екатерина. Еще будет возможность у нашей команды проатаковать в большинстве. Но так пока нужно отобороняться в этом самом большинстве. Шестой полевой игрок, естественно, на площадке у сборной Славинии. Конечно же, все внимание, опять же, вот сюда, на ближний фланг, где Милана Таженова должна будет противостоять Анне Гросс. Тяжа Станко. И вот хорошее движение. Неплохо ходит мяч. Успокоились явно и те, и другие. И пошла вот эта равная пока борьба. Ну, я пока подмечу такой небольшой штрих портрета сборной Славинии. И в нападении, и в защите. Во-первых, они там понаошибались, действительно, с удалениями. Очень грубо играют. И даже те моменты, где пытаются обыграть славянки наших защитниц, цепляют их за майки. Пока, конечно, все на встречных курсах. Какой классно. И Лена Михаличенко, помимо классного прохода, еще и реализует момент очень хладнокровно. Лена, конечно, повзрослела не по годам. Понимает ответственность, которая теперь и на ней. И очень здорово в этом моменте действует просто выше всяких похвал. Да, умница. Все сделала еще и через паузу. Хладнокровно. На всем своем, действительно, уже богатом опыте и мастерстве. В центре обороны у нас Карина Сабирова и Елена Михаличенко. Милана Таженова. Буквально персонально, посмотрите, вот так выдвигаясь глубоко за 9 метров, постоянно намекает на свое близкое дыхание Анни Гросс. Тяжа Станко. Анна Гросс. Движение по 9 метрам нам это не опасно. Даже если это делает Анна Гросс. Станко обратно в центр на Гросс. Передача в линию. И какой выпад шикарный. Анастасия Лагина и Маркова. Юля тоже через паузу заставляет опустить руки вратаря. Как классно сыгран. Но... Артем, у меня прям мурашки, потому что я предыдущие два момента, в которых Карина Сабирова и Елена Михаличенко менялись. Понимая как бы всю, да, опасность, исходящую от Анны Гросса и ее игры с линейным игроком, каким рыком Карина Сабирова, ты слышал, да? Научно как слышно было. Каким рыком она там передавала. Какая ответственность действительно в центре. Но с ней справились девчонки Анастасия Лагина. Помогла на последнем рубеже. Карина Мелантаженова высоко очень выдвигается. Но Анна Гросс сразу от нее уходя. В центре снова натыкается. Помимо блока еще на удачные действия Анастасии Лагиной. Еще один бросочек не очень точный, скажем так, от Анны Гросс. И это все в нашу копилку, естественно. Вот смотрим, как она выходит. Как она поднимается. Поднимается. Ждет Лагина. Но боюсь, что даже ее, вот этого выпада, этой реакции не хватило бы. Понятно, что Анна Гросс сегодня просто обстреляется. Обстучится по нашим воротам. Но нужно сделать все, чтобы максимально ей эту задачу усложнить. Еще одно нарушение. Но, правда, не по две минуты, а желтую карточку. Анна Гросс. Все та же, по-моему, Анна Гросс ее и получает. У меня пока здесь небольшая заминка. Хочу вернуться к той атаке, которую провела сборная Словении. И как действовал Милан Таженова. Она очень высоко, конечно, отгоняет Анну Гросс. И пока наша сборная в этом отрезке вынуждает сборную Словении действовать так, как удобно им. И это видно тот рисунок, который проработала команда тренеров. Ну и здесь вот снова высоко Карин Сабирова. И каждый раз такие жжалищие выпады. На данный момент это Юлия Маркова осталась защищаться по второму. Но функцию выполняет туже. Такое впечатление, что у девушек, которые меняют друг друга на этой позиции, у второго защитника против Анны Гросс, у них задача наводить ее как можно быстрее на центр нашей обороны. А здесь передача до края. И оттуда выбирается Тия Го Милар. А это Тяша Станко. Да, засчитывает этот мяч. Если бы мяч не был забит, то бы назначили бы 7 метров. Ну а это Нина Зулич. Ну там и Вектор, да, своей атаки. Словенки немножко сместили как раз-таки вот в эту сторону, о которой мы говорим. Там и Анна Гросс поменяла направление движения. Ну и остальные гонболисты, собственно, поддержали. Поэтому нашли пока место, где им проатаковать. Но пока рисунок защиты нашей команды читается. Выталкивают, да, Антонин Скоробогаченко. Очередный фол. Очередный фол. Очередный фол. Ну если честно, славянки действительно хотят подвинуть любого соперника, который встречается им сейчас здесь в основном раунде. У славянок были не самые успешные игры. В частности, со сборной Анголы сыграли они равную игру. Отмечали, конечно, физические достоинства этой команды. Но при этом своя игра у сборной Словении не сложилась лучшим образом. И здесь, конечно, сметая любого соперника, хочет сборная Словении себя проявить. А это, между прочим, событие. Для нас, правда, со знаком минус. Первый промах на чемпионате мира. Первый незабитый пенальти Екатерины Ильиной. Все три предыдущих матча она как из автомата. Выстреливала с 7 метров. Но когда-то это должно было случиться в первый раз. Хорошо, что так. В середине первого тайма забудем вместе с Екатериной. Она дальше выйдет и продолжит свою вот эту вот киллерскую историю. Но сейчас нужно обороняться. Снова Словения, естественно, выставляет шестого полевого игрока. Вместо удаленной Наташи Липой появляется Анея Беганович. Было время еще совсем недавно, когда Беганович была первым выбором линейной. У своей команды сейчас их роли перераспределились. И более того, Анея Беганович приехала на чемпионат мира без клуба. Вот бывает такая история. Редкая, конечно, по нынешним временам. Но вот это сборная Словении. Ну, в общем, здесь немножко нам повезло. Опустился мяч на перекладину после обманного броска. 30 секунд. Большинство. Отличный пас Михаличенко. И капитан «Всея Руси» Ольга Черноиваненко-Фомина. Артем, ну а я вот еще раз обращу внимание. Я думаю, там от твоего пристального внимания не ушел момент, когда Ольга Фомина, возвращаясь после забитого мяча, после забитого мяча была встречена толчком от сборной Словении. Я не увидела, кто из игроков в этом плане отличился. Я так радовался голу, что не обратил внимания, честно говоря, Надежда Снатьевна. Но бог им судья, скажем так. Я просто имею в виду, что да, настрой. Здесь говорили мы, что сборная России должна немножко потушить эмоции Словенок. Но мне кажется, где-то уже здесь Драгуну Аджичу самому придется это делать. Взвинченные эмоции Словенок, но пока им это помогает, во всяком случае, этот мяч забить. Тяжа Станка шикарно поднимается. Одна из самых талантливых игроков всей страны. Она уже и попробовала, что такое играть за рубежом. Прямо сейчас она, ну просто, идеальное попадание. Тяжа Станка, конечно, как часто говорят в гандболе, такое и трактором не вывести. И возвращается на площадку Анастасия Ларионова. Да, дай бог, что все в порядке у нее со здоровьем. И на правом краю Юлия Лабомба-Моногарова. Пока так аккуратненько переминается с ноги на ногу. И должна была получить передачу от Ильиной. А что судьи? Судьи? Ну, я просто смотрю в эти огненные глаза Надежды Муравьевой. Она не понимает, как за это не удаляют. Ну, я вам буду, если что, транслировать настроение этих глаз. Но были матчи, в которых мы как раз-таки подмечали работу судей. И, которые, понимая, что горит пожар эмоций на площадке, я сразу его, собственно, мерами и предупреждениями останавливают. Но вот здесь пока Славянкам позволяют это делать. Ну, а Лена Михаличенко на контрасте этих эмоций очень спокойно. И забивает еще один мяч. Я еще раз хочу, конечно, подчеркнуть, что у Ленины эмоции видно, насколько она взрослеет, действительно, от игры к игре. И это видно и в этом матче тоже. И я их, кстати, еще хотела вернуть, потому что очень большой объем работы в центре выполняет Лена на этом чемпионате. А вот это прохождение уже по тем же граблям не встретили снова должным образом тяжу станку. И она туда же, под левую руку Анастасии Лагиной, уже не так точно в девятку, но все равно убедительно бросает два подряд подобных мяча. Но если мы все так внимательно и пристально ждали, конечно, опасности от Анны Гросса, здесь надо учитывать, что Драган Аджич, который является рулевым в сборной Словении, он, конечно, очень опытный тренер и может руководить игрой. Здесь, конечно, надо очень внимательно смотреть. Но из тех игроков, которые мы говорили, что могут еще себя явно ярко проявить, пока тяж из танка, ушедшую Анну Гросс в тень, ну, еще раз скажу, что наша сборная России все-таки заставила ее это сделать, взяла на себя инициативу, два подряд мяча забиты слева полусреднего. И здесь еще одна задачка для решения Людмиле Бодниевой. Да, посмотрим, какая же будет и тренерская реакция в том числе. Вот здесь Моногарова. И посмотрите, как вы сподили зону, как раз-таки за счет тяж из танка, зону для Анны Гросс. А ей, как мы видим, даже все равно. Справа полусреднего она атакует, слева ее левая рука бьет, как из автомата. И вот Словения уже впереди. Впереди на один мяч. Близится к завершению 20-я минута. Очень интересный, интенсивный, качественный. С обеих сторон первый тайм, пока мы с вами наблюдаем. Михаличенко. Горшкова. Ильина Михаличенко. Тони было не очень удобно. Здесь Антонина Скорбогаченко. И снова она. Ну, если и не получает по лицу, то касание там было. Но аргентинке, по всей видимости, довольно высокий уровень допуска этих контактов для себя сами установили. Ильина. Шикарно! Как же они раскладывают с задней линии. Что одни, что другие. И отличная перестрелка идет на наших глазах. И это настоящий уже вот тот самый гангбол уровня чемпионата мира. Потому что на первой стадии это все было так. На уровне разминок и снисходительных улыбок в адрес аутсайдеров. Ну, а сейчас вот оно. Полыхает. 20 минут и абсолютно равная игра Россия-Словения. Ну, это идеально, конечно, выверенное, правильное решение со стороны Екатерины Ильиной и всей нашей линии атаки. Потому что завязываться в борьбу со Словенками, которые сегодня ее очень яростно навязывают. Это, собственно, равносильно тому, чтобы терять физические силы. А вот эти броски с дальней дистанции, они, конечно, принесут успех. И Катерина превозмогла то, что было у нее несколько неудачных попыток. И классный мяч забила. Ну, а здесь Лена Михалевиченко. Заслон я, кстати, хороший очень ставила Анастасия Лыренова, что помогло Лене прорваться в зону. До этого видели мы, насколько скучно действительно действуют Словенки в защите. Ну, Екатерина Ильина. Очень важный момент, мне кажется, доверие, да, нашему опытнейшему мастеру. Да, не сумела забить в предыдущий раз, но снова на точке. И вот вам, пожалуйста, та самая неуловимая кисть. Екатерина Ильиной справляется на сей раз очень уверенно. Нам показали на трибуне начальник команды, наш прославленный мастер Мария Сидорова. И запасные, оставшиеся сегодня вновь на трибуне. Состав тот же, что и из Сербии два дня назад. На трибуне у нас сегодня Валерия Кирдяшева и Екатерина Зеленкова. А это Аля Варагич. И штанга принимает на себя бросок ее. Узнаваемый такой конского волоса цвет у нее волос. Но и, к сожалению, не доходит передача до Полины Горшковой. Особенно взгрустнулась, опять же, Надежде Муравьевой. Они очень крепко дружат с Полиной. Там уже произошли замены. Людмила Бодниева, понимая, что надо рисунок игры менять, для во всяком случае темп, который Словенке предложили поддерживать, придется на протяжении всей игры, уже произвела замену. Вышла Вероника Никитина на лево полусреднее. Она, правда, не отличилась, не отметилась пока в нападении. Но вот в защите выполняет ту же роль, что и Милана Таженова, и выходящая на это место Юлия Маркова. Высоко отгоняет правого полусреднего. Правда, и там замена. Анна Гросс уступила место на правом полусреднем. Да, вместо нее Аля Варагич. Та самая, что уже бросила и попала в штангу. Ну, а здесь вход левого края в линию. Но нет Гросс, значит, будут сбрасывать в линию. Тут, как бы, мне кажется, вариантов-то у Словенок не так много. И вот пыталась на себя обращать внимание Анея Беганович. Но сыграли на вошедшую крайнюю. Майя Светик снова ничья на табло. Вот нам показывает эффективность бросков. Она чуть выше все-таки у российской команды при ничейном счете. Замены. Замены. Давайте их разглядим. Вероника Никитина играет в задней линии. Ильина по-прежнему в розыгрыше. Но она сейчас номинально на левом полусреднем. Антонина Закарбагаченко на правом. Тоню пока еще не меняли. Ильина снова палит издали. Как же у нее летит шикарно. Четыре из шести нам показали. Я думаю, что это похоже на правду. Екатерина Ильина. Да, так и есть. Она самая результативная пока в матче. Четыре из одиннадцати голов нашей команды к этой минуте. Ну а у Анны Гросс немножко другие показатели. Три из семи. Анны Гросс мы видим нет на площадке. Бережет ее матерый лис Драгонаджич. Больше двадцати лет уже тренерской карьеры. При том, что ему едва за пятьдесят. Ух ты! И тяжа с танко. Третий подобный мяч забивает. Полетела, что называется, у этой воспитанницы Крима. Она очень рано заявила о себе. Ей сейчас 24 года. Но я уже говорил, что из Крима она успела съездить в зарубежное турне. Не очень удачная для нее. И в Крим она уже возвратилась. Ну а это Вероника Никитина. Тольяттинская воспитанница. Я просто немножко уже сама практически хочется выйти. Потому что эти тычки, которые себе, конечно, позволяют Словенки, не оставляют других эмоций, как желание, ну, просто выйти, конечно. Вот разобраться там на площадке. Беспощадный огонь включить. Включить беспощадный огонь. Пусть девчонки, да, пока с ним справляются сами. Но видно, что даже игроки, которые освобождаются от мяча, все равно там получают вот эти, во-первых, неожиданные удары от Словенок. Ну, собственно, немножко, конечно, картинку это смазывает. Ну, значит, градус будет другой. 11-11 ничья в игре сборной России. И Словении 26-я минута игры. И примечательно, что вот играть уже меньше пяти минут в первом тайме ни Драгонаджич, ни Людмила Бодниева еще не взяли по тайм-ауту. Ух, какой пас. Ух, как здорово сыграно. И Наташа Лепоя. Более того, не просто забивает, а еще устраивает на две минуты Антонину Скоробогатченко. Тоня, ну, прям скажем, проиграла в этом эпизоде дважды. Первый раз, когда дала этому мячу пройти. И второй, когда вот еще и так ударила то ли по плечу, то ли даже по лицу соперницу. Да, и абсолютно верно, да. Драгонаджич увидел тоже этот удар и присела Тоня на две минуты. Словении вновь на мяч впереди. И вместо нее на правом полусреднем Ольга Щербак. Еще одна воспительница Тольяттинской школы, хотя сама она изначально родом из Севастополя. Где вот эта удивительная, конечно, история из ребенка в свое время левшу превратили в правшу? Такое вообще вам известно? Так. И здесь опять неудоумение в глазах у Надежды Муравьева. А почему это не больше, чем 9 метров? Ну, опять страдает Вероника Никитина, а мы разыгрываем 9-ти метров и свободно. Да, посмотрите, что делают славянские защитники. И каждая буквально... Вероника Никитина, движение в центр, Ильина. Просто есть немножко нюансы, Артем. Я абсолютно не против именно грубой игры, ну, собственно, контактной. Она, само название ганбол ее подразумевает, но здесь просто не вполне она чистая. Я еще раз скажу, что отворачиваясь наши игроки, конечно, эти тычки получают. И здесь, кстати, Ольга Щербак, которая вышла на право полусредней, вот любитель этого огня, который Артем сказал, надо срочно полыхнуть. Ну, можно полыхнуть тогда, когда можно. А ведь Ольга, бывает, ее в этом плане немножечко накрывает. Я имею в виду, что Оля... И может это повредить. Оля тот игрок, который, получив контакт и получив вот такое сопротивление, может себя как раз-таки ярко проявить. Да, в защите нужно быть поаккуратнее, но имея сейчас на полусредних в линии, в этой линии двух игроков Ольга Щербак и Веронику Никитину, хотелось бы, да, разобраться с нападением, но здесь еще надо решать и по защите вопрос. Пока получается у Словенок в этом отрезке и передачи в линию, и броски с дальней дистанции, поэтому здесь нужно, конечно, разобраться. На два мяча они оторвались от нашей команды. Но главное, что не наломать дров сейчас, не включать какие-то нервы совершенно ненужные. Да, проигрываем, да, две с половиной минуты до конца первого тайма, но это никакая, во-первых, не сенсация, во-вторых, это всего лишь только первый тайм. Как известно, в матче команд, где все-таки уровень мастерства разнится, может довольно долго равенство держаться, а затем происходят переломы. Екатерина Ильина, она понимает, что команда, конечно, в подобные эпизоды ждет от нее лидерских проявлений. Она не забила в предыдущей атаке, а здесь под сложным углом, с опоры, какой породистый мяч забивает. Екатерина Ильина, ее какой, пятый, по-моему, или четвертый мяч уже во встрече, честно говоря, запутался, но неважно. Она все равно в лидерах по результативности в составах обеих команд. А здесь до линии, снова до линии, и это Наташа Лепоя получает передачу. Вы ни слова не сказали о том, что для Людмилы Табадниевой это особая история, сегодняшний матч. Она, можно сказать, живет на две стороны, она 10 лет отыграла в Любляне за все тот же Крим, этот флагман славянского гандбола. И она осталась жить после окончания карьеры в Любляне и не рассчитывала на продолжение своей, собственно, реинкарнации своей в спорте как тренера. Но так случилось, и вот теперь она играет на чемпионате мира как главный тренер сборной России против Словении, которая, повторюсь, стала для нее вторым домом. Минута до конца первого тайма, и по-прежнему, я не знаю, они забыли про то, что есть возможность взять тайм-аут. Я и про Аджича, и про Бодниеву. Аля Варагич. Обратный пас на нее. Вот видно, насколько она медленнее всех других игроков. Задняя линия здесь очень хорошо отыграли в защите. Показывает аргентинский рефери, что там была игра ногой. Ну и 9 метров, соответственно, должны славянки разыграть. Время идет, время не останавливается. 30 секунд до конца первой половины. Станко. Очень хорошо, что она мяч вспомнила, что нужно ударить в пол. Этим она нам помогла. Еще раз 9 метров. Лепоя. Станко. Нужен выход на нее. Иларионова. Варагич. Но вымучили. Вымучили этот мяч. Славянки. 5 секунд буквально. Девушки, посмотрите на табло. Моногарова. Юля, браво. Юля, ла бомба Моногарова устанавливает счет первого тайма. Он не в пользу сборной России. Но мы такой ганбл любим. Хорошие скорости. Отличные качели по счету. То в ту, то в другую сторону. Ну и наконец, самое что ни на есть, достойное сопротивление сборной России оказывает сегодня славянская сборная. Мы коротко отдыхаем, выдыхаем и возвращаемся в испанский Гранолерс. Возвращаемся в испанский Гранолерс. Здесь буквально 45 минут назад началась основная групповая стадия чемпионата мира по ганболу среди женских команд для российской сборной. В соперниках Словения под руководством черногорского мага и волшебника Драгона Аджича. И он пока находит, как ему кажется, давайте такую оговорку сделаем. Противоядие против команды России. Выигрывает славянская сборная со счетом 15-14. Минимальное преимущество наших сегодняшних соперниц. Ну и настрой. Настрой, конечно, Екатерины Ильиной и ее подруга Покома. Лидер результативности с четырьмя забитыми мячами у соперниц. Три мяча у главной звезды славянской сборной всех последних лет Анны Гросс. Второй тайм начался. Надежда Муравьева, Артем Шмельков. Работаю для вас. Если касаться экспертизы, то славянки, ввиду того, что страна маленькая и ставка не на большое количество видов спорта сделана, будут, конечно, всех, кто высказался по поводу предстоящего матча для сборной России. Среди них был, следуя прям его словам, характер проявят неуступчивый. И будут. И Ростислав Гринишин, который в прошлом тренировал московский клуб «Ц» кусаться до последнего. Ну и пока эти слова, конечно, получили подтверждение в тайме первом. ССКА он говорил как раз-таки, что характер игры будет завязан на том, что с этим пора справляться. Две неудачные атаки российской команды. Вы видели, вот как сейчас набежала Полина Горшкова. Ушла она от соперницы, но переиграть Амру Панджич не смогла. Вообще, наверное, вратаря нужно отметить у славянской команды. Никаких она чудес пока не творила, но кое-что повытаскивала, откровенно говоря. И мы видим, что в воротах-то у российской сборной Полина Каплина. Анастасия Лагина, ну, пожалуй, что с дальними бросками не помогла, по большому счету, в первом тайме. Ничего страшного, опять же-таки, в этом нет. У нас очень разноплановые вратари. И дай бог, у Каплиной получится лучше. Ух, ну, как же обидно, господи. Там не забивает Михаличенко, обстучав и голову вратаря, и перекладину. Затем неудача Полины Горшковой и здесь. Но все уже сделано Каплина. И как мяч отскочил в ногу, вообще никто не может понять. Напомню, что Анна Гросс выступает за московский ЦСКА с целым рядом игроков национальной команды России. Прямо сейчас на площадке ее подруги по клубу. Каплина в воротах. Михаличенко и Ларионова в центре обороны. Против нее буквально персонально обороняется Полина Горшковой. И славянки ошибаются. До Гросс мяч так и не дошел. Ильина набегает на широком шаге. Тоня! Шикарный бросок, подбор! Да, и здесь она не успела. Не успела вернуться на площадку. Заступ и, соответственно, отбор мяча. Были у нас моменты, когда сборная России не вполне хладнокровно реализовывала свои вполне удачные попытки. Бросковые, я думаю, здесь тоже есть возможность перестроиться. Неплохие моменты у нас с дальней дистанции, но такое ощущение, что не хватает. Вот этой паузы, чтобы вратаря увидеть, я думаю, девчонки в этом плане сейчас перестроятся. А пока все внимание к защите. И если Артем как раз-таки говорить о клубных принадлежностях, мы частенько говорим, что игроки хорошо знают нашу сборную. Но вот здесь должен сработать фактор того, что Полина Каплина в одной команде играет с Анной Гросс. Но пока к своим забитым мячам 6-метровая отметка. Словенки добавляют еще 1,7 мячей. Уже они с 6 метров забили. Ты, по-моему, Артем говорил, да, об этой статистике. Мы забили пока с линии только два мяча за первый тайм. Да, я говорил, что у нас линия по большому счету молчит. Но и вот еще один мяч с ближней дистанции забивает команда Словении. И, собственно, второй тайм начинается так, как начиналась игра. Помните, 0-2 и мучения, страдания российской команды. На вкате мяч. Еще одна ошибка Антонина Скоробогаченко. Еще хорошо, что здесь зафиксировали все-таки нарушение правил на ней. Подтолкнули Тоню. Она из-за этого контроль мяча и утратила. Ну, а шум на площадке слышно, что не утихает ни в первом, ни во втором тайме. Эмоционально обе команды в защите действуют, дабы передать игроков и не упустить из виду никого из нападающих. Но здесь теряют Словенки. Антонин Скоробогаченко. Не увидели они ее проскочку, но там в игрока фиксируют арбитры. А что насчет в игрока? Честно говоря, есть сомнения, мягко говоря. Ну, там игрок угловой действительно двигался. Она не успела там зафиксировать место статично на площадке. Впрыгивала, можно сказать, Антонину Скоробогаченко. Ну, и здесь, конечно, такой скользкий момент. Мы об этом знаем. Конечно, здесь фиксация. Ключевое слово «впрыгивала». Она не стояла на месте. Абсолютно верно. Она впрыгивала в Антонину Скоробогаченко, да. Этот момент мы замедленно увидели. Пока Юлия Моногарова догоняет этот мяч, который по стяжке там до угла доходил. Ну, и Полина Горшкова. Не умеет, Полина, конечно, справляться в таких моментах. Очень цепкий защитник. Собственно, от ее роли сейчас тоже будет много зависеть. В центре остается тяж из танка. И хороший бросок. Хороший бросок Нины Зулич. Пора просыпаться. Мягко говоря, сборная России уже минус 4. Такого отставания у россиянок не было. Ну, естественно, в помине вообще на всем турнире. И конкретно в сегодняшнем матче. Минус 4. 5 минут сыграно во втором тайме. Меняют Анастасию Илларионову. И выходит Карина Сабирова. Человек, который очень мощной харизмой обладает. Но понятно, что навыков именно линейного игрока ей все-таки не достает. В линию вошла с левого края Полина Горшкова. Разряжается таким образом зона под Михаличенко. Мощнейший бросок Ильиной. Подбор Юлия Лабомба. Моногарова первый мяч второго тайма. Нам 5,5 минут понадобилось, чтобы проснуться после серьезного разговора в раздевалке. Такие удивительные эмоции по этому матчу. И волнительные. Понятно, что сборная России все чаще в роли догоняющих. Но и в то же время видно, насколько важно вот это преодоление для нашей команды. Которая действительно только обретает и свой характер, и рисунок игры. И каждый такой забитый волевой мяч, конечно, добавляет радости. Поэтому эмоции, конечно, такие смешанные. И пока Юлия Моногарова глонзает мяч. А вот мяч от Словенок принимает Перекладина. И Полина Каплина, кстати, была там. На чеку. Поднимаемся и 2 минуты. И отходим. Добрый вечер. 18 номер Нина Зулич, широко улыбаясь, устраивается на второе удаление в сегодняшнем матче. Но это, кстати, может сыграть злую шутку, опять-таки, с Словенками. Мы в первом тайме очень много говорили о том, что позволяют арбитры вот эту не вполне чистую игру Словенкам. И здесь, конечно, если чуть добавить хладнокровие, можно Словенок на этом поймать несколько раз. И хотелось бы, чтобы девчонки, конечно, прочувствовали этот момент. А пока мы в нападении, у нас возможность проатаковать, ну, 2 атаки точно в большинстве. Проатакуем. Вообще не сомневаюсь. И почему-то кажется, что сейчас будет, наконец, долгожданный, уверенный бросок с дальней дистанции. Ну, а пока Карина Сабирова не нашла нужную точку для ввода мяча в игру. Скоробогатченко, Михаиличенко. Ну, и Ильина пока где-то там якобы на задворках. Вот она уже в центре. Вот они, эти легкие ноги Ильиной. Мяч в ногу попадает. Продолжение российской атаки нас ждет. Вот, смотрите, здесь и российские болельщики есть. Флаги, как известно, России и Словении очень похожи, но все-таки отличаются. Подняты руки арбитров. Мы на этот жест сегодня вообще еще внимания не обращали, потому что очень большие серьезные скорости. А что здесь арбитры показывают? Нужно протереть площадочку просто, да? Никакого нарушения. Кто там оступился? Михаиличенко. Вот, смотрите, напрыжка, уход в сторону. Нет, у Лены здесь все в порядке, но это уже было после свистка. Да, интересный действительно момент, где Калина Сабирова там боролась в линии с Аморегией. Элизабета Аморегия. Да, вот кто бы думал, что она станет таким оборонительным специалистом под руководством Драгона Аджича. Мяч отобран у российской команды, я могу сказать, на карту. Таким образом получается. До броска мы дело так и не довели. Промучили мяч в большинстве очень долго и, увы, бесплодно. Амна Гросс пешочком переходит в центр поля. Посмотрите, мешок со льдом на колени у Майи Светик. Основной левый край. И вместо нее на эту позицию выходит Петра Крамер, номер 96-й. Ну, прям, скажем, неравноценная замена. Я думаю, что Петра Крамер, ну, так, постоит немного. Поприсутствует на площадке. А вот, смотрите, Аморегия в атаке вместо удаленной Жабе. Аморегия. Это Станко. И здорово, здорово, Полина. Что здесь было? Свисток арбитра. Мы второго арбитра сейчас в кадре вообще не видим. Держится за затылок тяжа Станко. Сколько она нас помучила в первом тайме. Да, 4 из 5 забила. Здесь, смотрите, как против нее Полина Горшкова на грани фола. И что, будет все-таки удаление или нет? Да, увы, но да. Две минуты удаления Полине Горшковой. И вы видели сейчас глаза Надежды Муравьева. Жалко, что мы без ком-кама, так называемого, комментируем. Потому что тут даже и комментировать ничего не нужно. Надежда прожгла глазами одной из аргентинских реферов. Ну, вы все поняли. Рубрика No Comments. Я все-таки за симметричные ответы. Здесь была тоже такая, да, Полиной навязана борьба. Но, сколько мы ее видим в исполнении словенок, в чем пока проигрывает сборная России, так это в эмоции яха. Вот здесь все, классный мяч. Вот это еле держался, извините, пожалуйста. И это прекрасно. Просто вот, что называется, с мясом. Посмотрите, с острейшего угла зависающий прыжок и рикошетом от перекладины. Вот такие должны входить мячи с мясом, буквально вратаря. Наша команда сегодня максимально сконцентрирована. И эта концентрация сейчас, конечно, была видна и на лице Юли Моногаровой. Два мяча подряд. С каким хладнокровием она забивает Словенком. Ну, а Словенки очень взвинчены, очень заведены. Я представляю, сука, энергии, да, они потратят в этом матче. Ну, и Драгон Аджич, мне кажется, просто блестят его глаза каждый раз, когда его показывают. Сложный матч. Невероятно. И здесь одно оставляют тяж у Станка. Она находит вот здесь свободное абсолютно место. Непонятно, честно говоря, почему так получилось у Антонины Скорбогаченко. Думаю, что, прежде всего, к ней вопросы по этому эпизоду. Первый выход сегодняшнего матча еще одного игрока задней линии российской команды. Это Ярослава Фролова. 77-й номер у этой разыгрывающей. 24 года она представляет Ростов-Дон. И так же, как Милана Таженова, пока все еще ищет свою нишу в нынешней команде национальной. При том, что Ясят два года назад в Японии на чемпионате мира. Настоящим открытием стала эта Юлия Маркова. Браво! Шикарное исполнение в непростом прыжке, теряя равновесие. И как она здорово и уверенно вложила мяч мимо вратаря Амры Панджич под дальнюю штангу. А здесь скрытый пас Анны Гросс. Но здесь это уровень топ в исполнении славянской левши. Но и завершение, уверенное от Наташи Лепойи. Раскрывалась максимально близко, подойдя Полина Каплина. Но выиграть в этой дуэли не смогла. Эффективность бросков. Теперь она выше уже у славянской команды. И славянки. Вот смотрите, 40 минут уже сыграно. Три мяча имеют преимущество. Суть по всему, в последнем матче предыдущей стадии, где Словения играла с командой Анголы, все-таки удалось сэкономить силы. Как известно, напустим, Анна Гросс сыграла там очень много и результативно. Но она отдыхала почти весь матч с командой Франции. В общем, умеет, конечно, умеет Аджич перераспределить нагрузку. При том, что понимает, что ресурсы его... А что происходит? Можно узнать? Встречают Елену Михаличенко чуть не на прямые руки. Михаличенко, которая только-только поднялась, как следует, после разрыва крестов. Идет атаковать, ничего не боится. Ее встречают и Слисток молчит. Сейчас немножко не хватает игры линейного, которая немножко поможет Лене Михаличенко действительно более выгодную позицию добыть. Там время атаки заканчивалось, но Лена подряд такие два тяжелые броска исполняла. И, конечно, силы самого броска не хватило, чтобы добиться результата. Но и здесь, конечно, еще раз скажу, что сейчас не хватает линейного, который хороший заслон поставит и поможет. Поможет Елена Михаличенко. Да, мяч забрала сама тяжестанка после того, как с ним рассталась. Соответственно, мяч отобран без вариантов для Словенок. На бегании Михаличенко ее встречают, опять же-таки, очень и очень плотно. Перевод какой! Это Моногарова пенальти! Моногарова на ровном месте нарисовала передачу с одного фланга на другой. И Юлия Маркова не только зарабатывает пенальти, но и устраивает отдыхать на две минуты. Кого? Анну Гросс. И всего-навсего стоило, да, вот так перебросить мяч с одного уголка на другой. Спокойно, кстати, наши угловые игроки крайние делают это на турнире. Сколько мы уже, да, видели моментов, когда отработан этот перевод через всю шестиметровую зону с одного фланга на другой. Но на семетровой отметке Карин Сабирова против вратаря. И Карина, мне кажется, сама не ожидала, что по такой траектории у нее мяч полетит. Да, не ожидал вообще никто, что она, в принципе, подойдет к точке. Карина Сабирова пенальти на этом турнире не бросала. И вот вопрос, наверное, не к ней, а к тренерам. А с чего вдруг в такой момент Карина, видимо, взяла слово, я так понимаю. Захотела спасти отечество немножко. Не получилось. Ну что, минус три. И все меньше времени остается. Аля Варагич вновь появляется, заменяя на сей раз удаленную Анну Гросс. 20-й номер у нее. Вот она с мячом сейчас. Скрестные движения. Ну, уже скорости, конечно, не те, что были в первом тайме. Это очевидно, но все равно уже больше 40 минут в Словении эту интенсивность выдерживает. А значит, команда у Аджича готова хорошо. Потеря. Сабирова. Карина. Быстрее. Щербак. Набегает Михаличенко. И здесь тоже будет две минуты удаления. Нет, не будет. Это фолл в атаке, считают аргентинские рефери. И опять же, с чего бы вдруг. Я не понимаю. Тут, наверное, какие-то аргентинские трактовки международных правил. Не будем сваливаться на жалобы на судейство. Давайте попробуем сосредоточиться на том, как бы отстоять теперь уже в большинстве в атаке к славянской команды. Ну, славянки, естественно, заменили вратаря шестым полевым. Поэтому сейчас мы просто понимаем, что у славянок пустые ворота. Варагич. Неточный бросок. Полина. Там пусто. Нет. Не успеют наши проатаковать по пустым воротам. Щербак. Михаличенко. Хорошая передача. Здорово до Моногаровой. А где мяч? Можно узнать, пожалуйста, Надежда Константиновна. Мяч Юля Моногарова забивает. Причем траектория исполнения. Посмотри, Артем как выверено. Там, мне кажется, мимо... Ну, все было видно на повторе. Но Юля Моногарова я хотела сказать, насколько разные броски исполняет по технике. Но насколько надежность передается ее команде. Осталось нам, конечно, здесь чуть сбить пыл славянок в защите. Ну, и может воспользоваться тем, что такую игру контактную и очень грубую позволяют арбитры. Можно, собственно, пользоваться этим в свою пользу. Ну, высоко выходит Юлия Маркова. Но и здесь останавливают, да, позволяют так играть арбитры. Останавливают Анну Гросс. Останавливают ее еще и еще раз. До края доводят славянки. Какой перевод под ближнюю штангу. А вот это нас удивляет, конечно, Петра Крамар. Игрок, который абсолютный дебютант сборной. И, видимо, это какой-то пожарный вариант на этой позиции. Долгие годы здесь играла прекрасная Тамара Мавсер. Но ее уже след простыл из сборной. И вот откуда появляются такие игроки, как Петра Крамар. Причем представляющие в славянском чемпионате клуб Крка. Новое место. Это, конечно, очень сильно. Да. И всего лишь 15 минут остается играть. Вы видели сейчас крупный план? Как раз той самой отличившейся Петры Крамар. Там просто огонь балканский. И горит. И еще один фолл в атаке. По-моему, сегодня судьи, мягко говоря, не за нас. Надежда Константиновна, вам не кажется? Ну, Василий Петрович, по новым правилам. И сколько мы уже матчи видели. Тут за вас, не за нас. Сама трактовка действительно странная. Потому что здесь очень был активный шаг в атакующего игрока. И здесь, хоть и Юлия Маркова пыталась, действительно, апеллировая к судьям, показать, насколько этот момент был груб. Но они на это не отреагировали. И, конечно же, это... Пока странно. Немножко странно здесь застык. Мяч не считается. Приземление. Чего? Пенальти? Нет, ну, не знаю. Мы сейчас на междометие, мне кажется, перейдем в комментарии. Надежда Константиновна, вам не кажется? А где тут пенальти? Расскажите, пожалуйста, нашей широкой аудитории. Не знаю, я насколько здесь можно, конечно, давать пенальти. Был толчок на прямые руки. Здесь, конечно, больше считалось двухминутное удаление. Ну, как бы, судя, рассудили так. Полине Каплиной. Хотелось бы пожелать отбитого мяча. Перекладина его принимает. Но, хоть это, конечно, такая детская считалочка-прилеточка. Но если симметрового не было, он редко бывает забитым. Ну, да. Во дворе немножко по-другому говорили, Надежда Константиновна. Но мы сейчас не будем. Да, об этом. Считалочка-приветочка. Да. Екатерина Ильина, Ярослава Фролова и Ольга Щербак. У нас сейчас без левши в задней линии. У нас Моногарова выходит за 9 метров. Помогает в розыгрыше Юлия Маркова. Вратарь на месте Амра Панжич сегодня отличную игру выдает. Нам, может быть, сейчас как раз будет в пору, да, увидеть. 11 сейвов из 29 бросков. Это 38%. Это очень здорово, конечно. Амра Панжич сегодня, возможно, даже... Ну, я точно не знаю, конечно. Возможно, лучшую игру за сборную проводит. Вратарь-то опытный. 32 года. Играет она в Румынии сейчас. За команду Бая Маре. Ну, не тот Бая Маре, что был несколько лет назад. Это все-таки не участник Лиги Чемпионов. Но все-таки румынский чемпионат – это знак качества, безусловно. Станко. Жабик. Барагич. Смотрите, опять отдыхает. Нет, не отдыхает. Барагич играет на краю. А Анна Гросс на своей позиции. Она входила в линию. Она таким образом и в ЦСКА частенько действует. Дальний бросок. По блоку. Все верно. Угловой. Арина Сабирова. Автор этого блока. Варагич. Поднятые руки арбитров. Считанное количество передач у наших соперниц. Передача в линию. Как она проходит? Она проходит точно. На ту самую Петру Крамер. Которую мы знать не знали до этого турнира. Она уже два мяча в важнейшие моменты нам забивает. Тайм-аут. Людмилы Бодниевой. Первый тайм-аут. За все время матча. Ни Аджич, ни Бодниева. До 48-й минуты тайм-аутов не брали. Юля, Миха, Като, Тоня, Маня, Ларик. Начинали. Миха с Лариком в защите в центре. Като, начинаешь играть с этой стороны. Где Като? Я здесь. С этой стороны начинаешь. Тоня, с этой стороны начинаешь атаку. Третьего поднимаешь. Миха, выбегаешь сюда. Ясно? Просто не выходит. Третий не выходит, бросаешь. Като жмешь третьего. Да, поняла. Защитит. Да, это много раз. Значит, кто хочет играть 1-1 на этой стороне. Значит, не было шестница. Например, что кто-то спускает. Него просто там пивот. Значит, кто хочет, чтобы нас расширили. Играли фролова или ова 1-1. Мы можем, чтобы нас расширили. Мы можем паковать и мирно заниматься. Какой же красавец, конечно, Драга Наджич. Само спокойствие во время тайм-аута. Дальше немножко оловерды от Анны Гросс и его такая как будто бы расслабленная улыбка. В общем, играем, девочки. Не забываем, что это всего лишь игра. Ну, а игровики, они, конечно, сильные. Минус 4 для сборной России. Кто бы мог подумать, но 12 минут еще есть. Сборная России в атаке после тайм-аута. Здесь возвращается Антонина Скоробогаченко на правом полусреднем. Ну, собственно, состав назвала Людмила Валерьевна Бодниева. Здесь навели опять, опять наводят. Посмотрите, Тоня на полу. Михаличенко держится за лицо. И все это Славянкам позволяется. Но слов одних нет, только междометия выскакивают. Скоробогаченко. Михаличенко. Хорошая передача. Юлия. Лавабумба. Моногарова снова. Где мяч? Можно узнать, опять же-таки, сколько вариантов бросков у нашего правого края. У нашего опытнейшего правого края из Ростова на Дону. Вариант предложенный Людмилой Бодниевой. В первой атаке у нашей команды не получился. Но сам рисунок. Но настойчиво довели то, что просил главный тренер нашей команды до результата. Ну, а Драгон Аджич, Артем, абсолютно с тобой соглашусь. Сегодня, конечно, настолько импульс передает гонболисткам. Настолько поверили в себя. Что, мне кажется, это, конечно, добавляет им сегодня, я не знаю, сколько процентов в игре. Не проходит передача. Да, передача. Очень хорошо Анастасия Лиренова линейного обходила. Классный пас. Через паузу. Две минуты и пенальти. Рефери. Рефери. Большое спасибо, что хотя бы пенальти. Да, Надежда? Извините за мой французский, уважаемый телезритель. Но слов уже не хватает. Екатерина Ильина. 20-22 и ровно 10 минут. Посмотрите, завелась и Людмила Батниева вместе с командой. Да, сегодня первый настоящий огонь балканский проходит наше. Потому что, ну смотрите, какая череда вот таких славянско-балканских испытаний для российской команды. Польша пройдена. Сербия плюс 10. Сегодня Словения, через два дня Черногория. Казалось бы, все одна школа, но нет. Здесь подводные камни есть свои. Еще одна передача в линию не выловлена. Посмотрим, что они делают. Наконец-таки. Большое спасибо. Это, я не знаю, от щедрот аргентинский. Третье удаление. Красная карточка. До свидания. Мы все умеем читать по губам. Сейчас очень часто спортсмены, ну и тренеры на площадке закрывают, собственно, губы рукой, чтобы не было видно. Но, наконец-то, прозвучал вот этот призыв нашего наставника играть жестче. Действительно, раз Словенки позволяют себе такую игру, а арбитры на это не реагируют. Собственно, надо уже ввязываться в эту борьбу и пытать счастье в ней. И сейчас Словенки поплатились, конечно, за свои действия. Две минуты для них. И на семетровой отметке Екатерина Ильина. Спокойно и уверенно. Как на Олимпиаде. Нет, это не Олимпиада. Да это уже чемпионат мира. Это уже другая история. И Амра Панджич, человек, который сегодня выдает концерт настоящий вратарский, берет и пенальти. Второй раз сегодня берет пенальти Амра Панджич от Екатерины Ильиной. В меньшинстве славянская команда, соответственно, Элизабет Оморегия. Наполовину болгарка, наполовину нигерийка. Игравшая в свое время, соответственно, в Болгарии, национальная команда, получившая гражданство Словении. Да, время тянут просто откровенным образом. А где руки ваши, арбитры, можно узнать? Как вообще состояние? Вот он, жесткий контакт. Юлия Маркова очень четко Омореги останавливает. Но Анна Гросс, понятно, игрок опытный, не будет торопиться сборная Словении. И здесь еще снова смахивается этот мяч. И он остается за сборной России. И как в центре хорошо, три атаки. Девчонки успевают прочитать эти передачи. Все очень четко. Антонин Скорбогаченко вверх. Разыгравшийся, действительно, паджич, который разбушевался сегодня против сборной России. Немножко, я надеюсь, это был ее, охладит Тоня хладнокровно. Тоня красотка. Здорово, здорово. Вот эти ручки вниз пошли у Амры Панджич. И немножко над головой. Аккуратно, интеллигентно. Три мяча подряд сборная России забивает. Напомню, что после взятого тайм-аута Людмилы Бодниевой. Да, мы судьи-то по именам вспоминали только в самом начале. Надежда Константиновна. Будем вспоминать или бог с ними? Аргентинки. Мария Нес Паула Антони и Мариана Гарсия. Они по-прежнему думают, что они разбираются в гонболе. Третий, если я не ошибаюсь, для них чемпионат мира. Но все как-то пока квалификации не очень. Вот наши коллеги, которые на трансляции работают, тоже немножко недоумевают. А где мяч-то? Ой-ой-ой, какой счет-то стал? Четыре двоечки на табло, посмотрите. Артем, но по эмоциям действительно сегодня настолько наши девчонки. Это было уже видно с первых секунд, пока звучал этот концерт Чайковского. Было видно, насколько наши хладнокровные и сконцентрированные. А Славянки на эмоциях пока непонятно. Огонь или вот эта вода, кто победит сегодняшний матч? А кто огонь, а кто вода? Мы вода. А теперь давайте послушаем Майя Страджича. Сейчас его слова важны. Славянки на эмоциях, что это абсолютно природно, потому что мы еще не победили. А сейчас я 0. И сейчас мы забываем пилотмены и работаем критик. Значит, вратинец, потому что это 6 на 6, вратинец лево. По-моему, уже немножечко желаемое за действительное выдает Драгон Наджич. Он пытается уверить своих подопечных, что эта игра наша. Ни в коем случае не ваша. Четыре мяча подряд сборная России забросила к этой минуте. Заставила взять Аджича, взять дайм-аут. Ну, а мы продолжаем. 7,5 минут, счет ничейный. И, собственно, ничья 0-0, 7,5 минут просто выиграть нужно. Счет равный. Славянки ошибаются в нападении. Ну, и как в первом тайме, скажем о том, что сборная России вынуждает их это делать. Важная атака для нашей команды. И вот они разнообразили немножко действия свои в нападении. Там Юлю Многарову заталкивали. И практически там в пол действительно заталкивали. Но и здесь хороший мяч. Пока отвлекались на борьбу Славянки. Этот момент сейчас вы увидели на повторе. Ну, и два линейных позволяют найти вот эти заслоны. И Елена Михаличенко забивает этот мяч. Пять мячей подряд уже сборная России забила. Честно говоря, нет, все. Я уже под руку много неприятного сказал нашим. И они, наверное, будут не рады потом, когда узнают, что комментатор накаркал. Поэтому, у нас может быть хорошо, что сейчас Али Варагич счет сравняла. Быстрое начало российской сборной. Михаличенко и Маркова вполне мудро останавливаются. Опять там кусаются Славянки, как могут. Анастасия Ларионова в линии. Ильина, Скоробогатченко и Михаличенко. Ну, по сути дела, стартовый состав сейчас у сборной России на площадке. Кроме Ольги Фоминой, вместо которой играет Юлия Моногарова, забившая в самые критичные моменты второго тайма важнейшие мячи. Моногарова. Михаличенко. Ильина. 24-23. Пять минут ровно до конца этой огневой встречи. Хотя нет, это встреча двух стихий. Огня и воды. Ванзила по-другому не скажешь, но я хотела сказать о том, что нам сейчас показывает этот отрезок. Шесть минут остается, ну, сейчас уже меньше, да, играть на площадке. Эмоции Аджичи на ваших экранах во всем, конечно, разнообразии. Но при этом темп, который команды поддерживают к этим финальным во встрече минутам, поражает. Если ты только присоединился к трансляции, кажется, что это начало тайма. Но это на самом деле уже его заключительная фаза. Остается сыграть меньше пяти минут. Да, самое огневое время начинается. И какой бросок у Тяши Станко. Она вспомнила о том, как она поражала наши ворота в первом тайме. Это что-то из той же серии. 24-24. Ну, вот буквально, как будто переодели, да, сборную Словении из формы Крима. А сборную России, уж не знаю, из Ростова или из ЦСКА. И мы снова вспоминаем, как мучились наши клубы с этим самобытным коллективом, в котором, напомню, 10 лет своей карьеры провела Людмила Бодниева в Лиге чемпионов нашей сильнейшей клубы. Да, не смогла побороться. Да! А что, заступ был? Приземлилась с мячом после его подбора. Если бы по воздуху, как бы, ну, подкинула своим партнерам защитница, тогда мяч был бы у Словенок. Но они ошибаются технически. И к нашей радости мяч у нас. И это возможность провести чуть более подготовленную атаку. И вот снова мы видим вход второго игрока. За счет входа Крайнева мы получаем двухлинейных. И это позволяет нам снова найти чистую возможность. Нет вот этой торопливости. Антонин Скорбогаченко, посмотрите, насколько сверху классно вниз мяч отправляет. И если вспоминать мяч, Екатерина Ильинова, конечно, так растащили поворотом Панджичи. И мы забыли, что у него когда-то было 38% отражения. Нет, мы как раз таки помним. И тем более это в конце очень важно. Здесь главное это концентрацию сохранять. Юлия Моногарова высоко против Станка защищается. Но и здесь она еще встретит отпор от Юлии Марковой. Ну и Артем, хочу вернуться к тем словам, когда Бадниева сказала о том, что играть жестче нужно. И команда это вытерпела, выстояла. И эмоции, которые они сейчас транслируют, снова заставляют взять тайм-аут Драгана Аджича. Это его последняя попытка, последний тайм-аут Драгана Аджича за 3,5 минуты до конца. Садцу дикли ли мы себе, я сам дал, не знаю, да ли цели. Докли, имамо свакако 6 пасов. Значит, имамо единственную ситуацию, где 96% ставил прямо на Аджича. И тогда, ако кредемо да радима Умце на лево, пустимо лопту. Па Умце на лево. Хочет тебе на чувак. Мы всегда поднимаемся выше и заталкиваем до второго. Если Юля и Юля вышли, где Юля выходит, играете до конца, остаетесь 5-1. Бьющий месси по середине, ясно? Давай, давай, наша, наша игра! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Так, интересно. Тия в составе, собственно, одна. Тия Гамилар Цикера. Правый край. Что же хочет от нее в этой атаке, в ближайшей атаке Драгонаджич? Она на площадке, да, вот там, на дальнем краю, против Екатерины Ильиной. Наш разыгрывающий там традиционно обороняется. Итак, три минуты. Чуть больше. Мяч преимущества у сборной России. Гросс. Здорово Юлия Маркова. Здорово справляется Гамилар. И бросок с танком мимо ворот. Бросок с танком мимо штанги. Возможно, даже с микроскопическим касанием Полины Каплины. Пока оружие сборной Словении, направленное против них, действует. Ну и хочется, конечно, чтобы наша команда продолжала использовать этот подсказанный Людмилой Бодниевой нюанс игровой. И хотя там была очень жесткая встреча нападающего игрока, но арбитры на это не реагируют. Ну и, собственно, нужно так же играть. Пока Екатерина Ильина в обыгрыше до Юлии Марковой. Там высоко очень выходила Панджича. Чуть не хватило прыжка Юлии. Но это, конечно, уже сказывается усталость в конце игры. Но здесь чуть Словенки мяч не теряют. Там Юлия Маркова очень высоко выходила и помешала Анне Гросс прицельную передачу сделать. Отобронялась Мореги. Выходит вместо нее Станко. И, скорее всего, это говорит о том, что вновь под нее будут подыгрывать комбинацию Словенки. Потому что у Анны Гросс сегодня, ну, грубо говоря, не полетела. Хотя это, конечно, человек такого уровня, что свой мяч в любой нужный момент для команды она забьет. От нее идет атака. Станко идет в обыгрыше. И, увы, забивает. Сравнивает счет тяжа Станко. Я напомню, что у Людмилы Бодниевой еще есть тайм-аут. Минуту 40 играть до конца этой встречи. Скоробогаченко. Моногарова. А что делают с Моногаровой? Вот сейчас 96-й номер. Та самая поверившая себя Петра Крама. Артем, да, здесь уже сложно, Грю, на это реагировать по гонгольным правилам. И, честно, хорошо, что в предыдущей атаке мы остались без двухминутного удаления. Здесь такие страстики пят. Так что, мне кажется, если ты с сегодняшнего матча начал смотреть гонгбол, мне кажется, это сверхудивление, что действительно девчонки хрупкие, да, Артем? Рубятся. Рубятся просто действительно не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, болельщику было бы сразу интересно, что же здесь разыгрывается. А здесь важнейшие очки в основном раунде. Это первая встреча для сборной России в нем против Словенок. Да, кстати, не будем забывать про очковые дела, но пока не об этом, потому что Антонина Скоробогаченко, к сожалению, на секунду дольше нужного задумалась и сделала пробежку. Теперь мы обороняемся на последней уже минуте при равном счете. И, конечно же, мы еще имеем в виду, что у нас будет атака, а значит тайм-аут все-таки должен еще Людмиле Валерьевне пригодиться. Итак, Станко против нее очень цепкая Елена Михаличенко. И тут же взгляд на табло. Там 30 секунд остается. Остановлен секундометр. По какой причине, кстати, интересно. Подняты руки арбитров. Да, подняты. Шесть передач, не более. И Дросс! Мощнейший бросок, зажмурившись по центру. Словения впереди. Тайм-аут немедленно. Да, 20 секунд у сборной России. Но, наверное, на то, чтобы уйти от поражения. На большее рассчитывать уже будет сложно. Смирайте, смех. Смотрим сверху на проскочку. Смерть послышала? Да. Смотрим сверху на проскочку. Маня в нуле стоишь. Ясно? Давай, давай! 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 Внимательно и аккуратно играйте. Высчет, а то тебя заменят. Давай! На победу! Давай, давай! Соскору Батюченко взял. Ако е 6 на 6, само че се променит. Ана иде Ая там. Айде! 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 На самом деле очень важный момент. Важный момент не то, что, понятно, скорее всего, победить уж тут шансов никаких. Но важно сыграть в ничью и сохранить разрыв в два очка со Словении. Потому что иначе они нас догонят. Итак, последняя атака. Предположительно, последняя атака сборной России в матче. Михаличенко, Щербак. Падает только Щербак. Классный перевод Моногаровой! У-у-у! Я еще раз вернусь к тому, что это наработка сборной России от тренировок. И она здесь сыграла важную, решающую роль. Видно, что знали, что делали наши гонболистки. Но и браво Юлия Марковой настолько спокойно разобралась. А Моногарова передача. Да-да-да, я о ней сказала, Артем. Там, кстати, по-моему, повреждения получила вратарь. Да, к сожалению, Панджич неудачно приземлил ногу. Но не об этом. Сборная России вырывает эти важные очки. Ну и сравнивает счет во встрече. Ну и главное, я думаю, что аудитория матч-ТВ, вот то, о чем уже Надежда Константиновна Муравьева уже сказала, должна была немедленно влюбиться в гонбол. Если вдруг случайно кто-то проходил мимо телевизора, то оторваться от этого зрелища, особенно на последних минутах этого матча, когда, напомню, 4 мяча отставания сборная России компенсировала. Вышла даже вперед в какой-то момент. Сборная России в итоге...